IT-лицей Казанского университета стал специализированным учебно-научным центром и теперь открывает приемную кампанию уже в новом статусе. О том, как туда поступить и как будут проходить вступительные испытания, смотрите далее. В этом году IT-лицей Казанского университета принимает учеников в 7-е классы порядка 50 детей и в профильные 10-е классы около 20-25 детей. В этом году для поступающих будет организовано два тура. Первый тур тоже очный, он пройдет в лицее, но в формате тестирования. Для 7-х классов это тестирование по математике и по русскому языку. Для 10-х классов к математике и к русскому языку прибавится профильный предмет. То есть если они выбирают соответствующий профиль, они будут выбирать и экзамен информатику, физику или химию. Успешно прошедший первый тур ребята будут приглашены на второй этап. Пройдет он в формате учебных сборов в лицее вместе с проживанием. Так каждый сможет попробовать себя в качестве ученика IT-лицея. Посидит на уроках, сходит на дополнительные занятия и кружки. За 3-4 дня мы с ребятами поймем, насколько они к этому формату готовы. А для нас будет важно посмотреть ребят со всех сторон, понаблюдать за ними, насколько они мотивированы, насколько они могут в этом режиме повышенной образовательной программы обучаться. Мы посмотрим и на обучаемость их, то есть как они осваивают новый материал, как они выдают результат. По итогам второго этапа будет опубликован список поступающих, которые могут далее успешно обучаться в IT-лицее. Первый тур пройдет 15 и 16 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте applicationkfu.ru. По этому же адресу можно записаться и на дни открытых дверей, которые проходят в лицее по будням. И мы нацелены на то, чтобы наши ребята были лидерами трансформации цифровой в любых сферах. И в химии, и в биологии, и в нефтегазовых технологиях. То есть они должны вот этим инструментарием пользоваться очень легко, свободно, быть уверенным в этом. Те, кто желает стать специалистом в сфере IT, могут подать заявки на обучение до 13 мая. Диана Желенкова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс.